Владимир Балыков рассказывает младшим одноклубникам о выступлении на Кубке России. Многие из этих мальчишек делают только первые броски на зомбийском ковре, а потому вершины, которые уже покорил их старший товарищ, пока кажутся им недосягаемыми. Потому и слушают внимательно и мечтательно. Володя привез награды серебряного призера из Кстова Нижегородской области. Там на днях завершился Кубок России. Одно из первых выступлений юниора Балыкова во взрослом спорте в эту возрастную группу спортсмен перейдет через год и новая весовая категория до 62 килограммов. Какие на Кубке будут соперники, чемпионы Европы и мира, мастера-международники и даже заслуженные, Владимир знал, потому на успех не рассчитывал. Задачу с наставником Юрием Балыковым определили так, как можно дальше пробраться до финала. Получилось намного больше. Первый поединок я боролся с спортсменом с Южного федерального округа Погосян, мастер спорта. Неплохой парень, уже видел его до этого. Сложился у меня поединок с ним вполне удачно. Я сделал три броска по баллу и сделал болевой прием на руку. В следующем поединке встретился с основным претендентом на первое место в весовой категории до 62 килограммов. Борец Сергеев из Москвы – двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта. У него-то как раз выиграть Володя никак не рассчитывал. Я в самом начале сделал бросок на один балл, навязал свою борьбу. Ожидал от заслуженного мастера спорта более какой-то такой борьбы искусной. Но по каким причинам у него это не получилось, он сам знает. Я даже не знаю, не догадываюсь. Я всегда, ну потому что с детства уже его знал. И он как бы не то что кумир, но один из людей, на которых смотрел, хотелось точно так же бороться, как он. И вот как бы судьба свела с ним побороться, дала шанс. И победить я, ну в принципе, это самый такой, пока, наверное, запоминающийся мой поединок. Со счетом 2-0 завершил поединок еще с одним спортсменом из Южного федерального округа. Затем была схватка за выход в финал с борцом-международником из Московской области. Парень очень подвижный, дзюдоист, то есть ему нужно рвать темп все время. Поэтому решили привязывать его. И в принципе наша тактика сработала без шансов. То есть ни одного шанса ему кинуть меня я не дал. И сделал балл. И со счетом 1-0 выиграл. Финальный поединок со спортсменом из Чувашии сложился неудачно. 2-0 выиграл соперник. У Зареченца второе место. Вот так поехал за опытом, завоевал серебряную медаль и успешно прошел отбор на Кубок мира. И это старт из шести этапов. Ближайший в январе в Казахстане. Ольга Савкина, Игорь Вейдаков, телерадиокомпания «Заречный».